ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ Первая метель конца 2019 года сделала явку на матч очередного тура. Крылья Совета ФУФА минимальные. На Самар-арену пришло чуть больше 5000 зрителей. От результата поединка зависела борьба за место под солнцем в середине турнирной таблицы. Самарская торсида рассчитывала на три очка, и чтобы качественно поддержать команду, солидно утеплилась. Твитер одел, термобелье, носки, перчатки, шапка. Раньше на Металлурге было хладнее, в такой погоде было бы сидеть, чем на новом стадионе, так что это вообще не преграда. Ну и обычно никогда не было преграды. А здесь тем более, только поддержка, только крылья, только победа. Мяч круглый, более одинаковый для всех. Ну, учитывая сегодняшнюю погоду, зрителей будет не так много, но те зрители, которые пришли до стадиона, они болеют за крылья Совета. Дебют встречи остался за дружинами Адрага Божевича. Крылья имели отличный шанс забить, но Зинковский, выйдя на вратаря Белинова, пробил слабо. Гости из Башкирии затем прибрали инициативу в свои руки, и на 25-й минуте бывший игрок Крыльев Азер Алиев сделал пас в штрафную на Ловра Бизика, который в касание отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова. В состав Фолжан, который был перед игрой обескровлен травмами и дисквалификациями, выпали Камбаров, Гацкан, Соболев, Антон. Пытался идти в атаку, но Уфа их без труда отбило. И до финального свистка счет так и не изменился. 0-1. Крылья не могут забить уже пять игр подряд. После 16 туров Фолжане идут в таблице на 13-м месте. Мы доставили очень много ошибок. Поначалу я уже отметил это после матча в флеш-интервью. Да, у нас было за 15 минут три потери. Причем от игроков, которые не должны терять середины поля. И соперник выходил уже лицом к нашим воротам и имел момент. Там Зинковский бил. То есть тут не сказать, что мы идеально сыграли. Игра была на шесть очков. Сами понимаете, у Уфа был первый хороший момент, когда они попали в перехладину, могли забивать. Потом у нас тоже был хороший момент. Не исполнили, очень легко пропустили гол. И после этого старались создавать какую-то остроту в ворота Уфи. Но, к сожалению, просто не успели. Какая-то, думаю, агрессия чуть-чуть побольше нам сегодня была нужна. Но не могу сказать, что мы были такие на поле агрессивные, как должны быть. На последний матч 2019 года на Самар-арене собралось больше пяти тысяч зрителей. Солидная аудитория, учитывая зимнюю погоду и серию безвыигрышных поединков из пяти встреч. Кроме того, волжане даже забить гол не могли на протяжении полутора месяцев. Тем не менее, болельщики рассчитывали на приятные эмоции и подарок от команды в виде трех очков. Все-таки Соболев выйдет, Гацкан выйдет. Так, я думаю, что победа будет сегодня за нами. Я шел сюда с надеждой на победу, только на победу, потому что там у нас сзади отступать некуда. Если сегодня выиграем, то, значит, будем надеяться на Божевич. Я думаю. Я думаю, короче, они выиграют 2-0 и Соболев забьет. Игра получилась яркой и бескомпромиссной. Жестких стыков было куда больше, чем красивых комбинаций и осмысленных атак. Но и голов зрители увидели много, целых пять. И это тем более удивительно, что до этого тура Урал не забивал три матча к ряду. Три раза по 0-0, а крылья аж пять. Нашелся и герой матча. Им стал форвард Урала Павел Погребняк, сделавший дубль. Для 36-летнего форварда это был всего четвертый матч в нынешнем чемпионате России, когда он вышел в стартовом составе. Правда, у Крыльев нашелся свой герой Антон Зиньковский. 23-летний полузащитник также отметился дублем, но только ассистентским. В первом тайме он со штрафного набросил мяч точно на голову Никите Чернову, а после перерыва сотворил настоящий шедевр в касание пяткой, сделав пас на охот внимание Радоничу. Теперь у Зиньковского уже шесть голевых передач в этом сезоне. Вполне достойная статистика для игрока из команды, борющейся за выживание. Но победу в этой сумасшедшей перестрелке все же праздновал Урал. Причем решающий мяч от Мана Эль Кабира, забитый со штрафного ударом в ближний угол, тоже получился запоминающимся. Хотя, пожалуй, не обошлось без ошибки голкипера Крыльев. Поражение 2-3 шокирующая концовка для Самарского клуба, который перед зимним перерывом в чемпионате опустился на предпоследнее место в таблице. Думаю, что мы очень хорошо начали эту игру и очень агрессивно забили гол во время. У нас был еще один момент, когда Зиньковский там выходил на хорошую ударную позицию. Мы забили, пропустили там со стандарта. Потом второй этап начали очень плохо. Пропустили все раз со стандарта и отыгрались там, старались. Было хороших подходов, но, к сожалению, пропустили и третий гол со стандарта. И проиграли претензии к игрокам с моей стороны нету, потому что сегодня видно было, что они очень-очень хорошо заряжены, но, к сожалению, не повезло. 15 лет прошло с 2004 года. Года, когда Королесоветов завоевали самый значимый трофей в своей истории – бронзовые медали. С участниками тех битв пообщались мы сегодня. Мы же за Самару свернем на фигуры, но сперва не пошло. Проиграли домашние матчи, болтались где-то внизу таблицы, потом зачем-то кубок отдали, ну как тут не злиться. Разозлились, и началось вдруг такое, пошли крушить подряд все живое. Зениту и Спартаку накидали, и тут же засветили медали. Потом еще поднажали в финале, обыграли Сатурн, и ваших нету. В общем, отлично сыграли. Это же... Крылья Советов! Слава тренерам и игрокам, и низкий поклон президенту! Спасибо врачам, поварам и всем, кто верил в победу! Вместе легкий путь прошли, вместе с соперниками удали жару! Мы поздравляем от всей души! Крылья Советов Самара! Крылья Советов Самара! Крылья Советов Самара! Крылья заведом самара Десять футболистов бронзовой команды с главным тренером Гаджи Гаджиевым собрались в одном из развлекательных заведений Самары и вернулись словно на 15 лет назад. Историческое достижение до сих пор не укладывается в голове. Сотни самых преданных фанатов, допущенных на юбилей, готовы как тогда скандировать имена кумиров. Если они весили, например, каждый в отдельности, ну, допустим, коряка там сколько-то и другие по 10, там кто-то может чуть-чуть меньше, то болельщики, безусловно, ну, я так всегда говорил, повторюсь, это где-то 15%. Та аура, которую вы создавали, она, безусловно, способствовала этому достижению. Мы все помним об этом очень хорошо. Правильно я говорю, пан директор? Вот, то есть еще раз вам большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказывали. В этот вечер никто не остался без наград. Памятные медали получили не только те, кто на виду, игроки и тренеры, но и административный персонал от бухгалтеров до поваров. Затем почти час по Ошку, Саняков, Татратза, Дахаян, Харяков, Аббер, Кудряшов, Поляков, Караман раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Это наша игра, за тобою страна. Ты играй до конца, нам победа нужна. Миллионам сердец важен каждый твой гол. Ты себя не жалей, детка, это футбол. Это наша игра, за тобою страна. Ты играй до конца, нам победа нужна. Миллионам сердец важен каждый твой гол. Ты себя не жалей, детка, это футбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Уже скоро мы увидимся с вами на футболе